с наступающими праздниками приветствую вас на уст онлайн и сегодня не пятница но как обещал обзор перед хотя бы перед открытием америки разместить и начнем с событий которые ждут нас на следующий день и так на прошлой неделе у нас был отличный ход британии по повышению процентной ставки соответственно у нас на этой неделе очень тихо ожидается лишь вот из таких казусов это в пятницу будут рынки закрыты all market close потому что у нас christmas day вот соответственно короткая неделя плюс перед такой неделькой но в перед пятницей будет не так жестко вливаться кэш на тенденцию есть еще шансы что до christmas day сохраняя такой хотя бы умеренный но рост на фоне вот того что вы счастливите по фондовому рынку за не за месяц это за месяц очень soft soft просил посмотрите сколько компаний просто в минус 14 минус 27 начиная там с сел форс и заканчивая шопифа и так далее то есть ну вот основные софты autodesk это вот вся софти соферная просила также немножко по microsoft у adobe есть посадки и это все на фоне вот этой стояванием казусом помимо этого вот те компании которые тянут экономику сша также соцсети все вот интернет контент и information то же самое футбук в просадке тесла причем тесла если вы посмотрите на фильм визе в разделе insider маск сам сбрасывает большими бакетами в свою теслу обратить внимание в автопроизводители как ушли в минус интернет продажи ну в общем как видите много очень секторов там в зеленой зоне в основном биотехнологии фармацептика ну и собственно реализации этих всех таблеток в массы полупроводники тоже очень много просадок и самое страшное это вот естественно банковский сектор здесь очень много красной зоне причем не на 1 не на 3 процента так прилично начали уходить перед закрытием нового этого года и перед новым годом чем пофиксились так точно здесь также и jp morgan хоть не с такими большими просадками но эти гиганты тоже немножко отличились сети групп даже в десять процентов удрался вот такие новости с фондового рынка это за месяц срез вот если посмотреть за неделю бы еще более-менее вы не так сильно жестко но банковский сектор и на фоне недели тоже выглядит не очень позитивно как и все остальные которые так что озвучил какие-то зеленой зоне только вот биотехнологии производства таблеток реализация таблеток все вакцины это все вот можно покупать здравоохранения в но и так далее базовым но соответственно добыча вот сейчас вот на всем этом нагнетающим обстановку атмосфере вот этой все стараются как бой и на заработанные в кино немножко в вечно ценное и дорогостоящее золото вот поэтому ажиотаж может быть и переброс прибыли в такой как бы страховка на всякий случай явно будет так это по событиям ну по остальным новостям буквально петролиум в среду и сегодня уже была кредитная ставка по китаю не подняли вернее опустили на не ошибаюсь на пять сотых снизили процентную ставку в принципе зачем вот в среду ввп по британии и запасы нефти 1830 четверг будет у нас еще продажного жилья и число первичных заявок на получение посуде по безработице касаемо вот этого отчета в принципе я уже неоднократно озвучила свою позицию ну и пятницу рождество в общем с наступающим праздником из взятием возможного тренда хотя бы небольшого еще последнего на рост то есть по центре уже был перед черной пятницей хороший четырех даже трехнедельный стабильный рост можно было взять плюшки и соответственно уже принципе ничего особо таки не выбрасывать в рынок уже в кэш выйти там какую-то часть просто держать на 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 ожиданиях так по первым у нас получается будут идти час по нефти значит у нас идет 1 сель по традиции и приступим так это у нас яндекс и смотрел изучал тоже идут прям вот сначала фактически декабря такси и так по нефтянки касаемо в нефти сейчас идет снижение но первым у нас получается все ближе ближе ну в принципе мы уже как бы в таком сезоне достаточно прохладном и европе нужен наш газ нужен наш нефть и вроде как озвучивают что уже северный поток откроет в январе если это будет в принципе но по срокам реализованы то на фондовом рынке будет небольшой позитив на по российской федерации можно будет прикупить некоторые акции на квартальчик минимум наверное можно месяца три вот снижение по февральскому сейчас проанализируем по уровням ядро 78 по семьдесят один с половиной непосредственно здесь и на дельта массив 70 20 на уровень сопротивления 7070 вот и такой достаточно динамичный их short на четыре дня ушли по дельте по ликвидности буквально вот 17 еще фигурировала более-менее сегодня еще посмотрим чем закончится понедельник то есть новый контракт и тут февраль только только начинают свои как бы подвижки загрузка вот из этого ядра у нас опять же ядро на short 7277 еще можно взять 7 вторую здесь неплохо набросали бик трейдин нашего тоже есть и по дельте у нас получается 19 5 5 на short а вот 17 у нас был практически ноль нулевая дельта с учетом того что там были фиксы то что он по открытому интересу видно немножко за зафиксились но не существенно по шортам вот это ядро с получается у нас торговой сессии 19 которая была этот уровень 669 368 8 можно взять взять в качестве сопротивления так тут причем прилично давайте посмотрим по показателям это непосредственно 2 и 2 у нас вот так вот пока этот уровень еще не осилили но посмотрим как бы закроется текущая сессия здесь у нас отличился уже уровень 67 832 на short 4 тонны на short 68 в общем стараются но уже итогово у нас идет дельта полторы тысячи по текущей торговой сессии вполне могут развернуть ну будет видов по концу дня потому что к среду будет по петролиум отчету там будет уже известно сам вот этот четырехдневный пролет вполне ну как такой может отсечь какая-то 72 уже принципе цена достаточно не дешевая а вот и я думаю что какой-то коррекционный момент на фоне того сколько был рост почти все осень вот эта коррекция уже немножко становилась 6 4 будет ли ниже будет понятно когда по уровню 65 я думаю вот здесь еще будет борьба если все-таки будет дальше эти снижения мы ушли ниже wp то есть в районе 71 у нас видов лупи идет уровень то есть стране взвешенная как раз коррекционный момент тестирование 72 77 то есть вот у кого их характерах это если на продажу то есть коррекционный момент до сопротивления то есть как раз стартовая площадке и дальнейшее уже снижение далее как сценарий тоже не помешало бы это в случае если все-таки будут тенденции развивать события на снижение то есть подойти у нас пока вот 19 и 16 числа имеются такие активные шорты сегодня пока вот уже 1600 еще тот еще америка толком не открылась стали на покупку в идеале конечно при атаке 70 то есть 71 пробитие на коррекционном иметь и тогда уже запрыгивать если же будут америка может прощупать стопори исходить ниже трех шестерок и если она на открытие как раз там плюс-минус будет на таких ценах сброс топорей резкий импульсивный возврат обратно на хорошем объеме можно попробовать спекулятивно запрыгнуть в поезд на север дальше уже по ходу всех уровней сопротивления по недельному срезу нас получается ядро я уже говорил значит дельта плотный массив у нас 77 72 потом идет диапазон чик 67 и 8 вот у нас этот по текущему дню сопротивление одно и вот этот ну тут 69 и 69 и 3 фактически в офисе локейшина сопротивление что там открыт интерес немножко прирост из 300 309 до 316 принципе 3 316 так и держится и там были шерты как бы открыть дельта на шор соответственно есть шансы что все-таки динамика немножко на снижение пойдет вот этот массивчик на шорты 68 и 6 по 69 2 bitcoin значит крипто но у нас вот здесь значит сейчас клейка декабрьский контракт и обратить внимание ну как-то очень неуверенно себя на 46 ведет беточек возможно вот эта жуть которая вокруг у микрона нового штампа ухудшение ситуации возможным повторном локдауне ну как сообщает рейтерс германия заявила что до рождества никаких локдаунов в ограничении по передвижению не будет они встретят праздника потом уже будут решать по ходу там исходя из статистики заболевших то там же будут принимать решение о каких-то ограничениях значит по бе . у нас идет на прошлой неделе пятнадцатого числа был самый такой продуктивный день но не аномальный по слетовой формации явно селлеры там были то есть потому что любые покупатели которые тут явно были и в подешевевший биток пытались купить 14 числа 17 судя по всему у них не получилось взять контроль цены и и да был и пи в районе 50 с половиной и мы открываемся фактически на плинтусе относительно прошлой недели ну и стресс на декабрьского контракта и я явно желающих сейчас старится на покупку немного опять же это скандал это проблема с полупроводниками и в общем многие как бы сейчас на паузе стараются не спешить с этими тактически важными сделками соответственно по сопротивлению здесь у нас весь коридор 48 400 по 47 400 можно брать смело курить сопротивления если вы планируете или же пробуйте покупать там на средний срок на недельку на 2 это ваш диапазон проблем на его нужно максимально просто проследить чтобы он все таки пробили если пробивает биток этот диапазон и шансы что можно увидеть рост как видите идет просто вот фактически на без изменения открыт интерес то есть новых позиций не вливают не закрывают максимальные трейды вот здесь пошли на продажу здесь были покупки как вы видите 13 по 16 число мелкие но были вроде бы было похоже на снятие стопорей но в целом судя по всему не все хочу вы вынесли а вот и уже наверно после рождества если пойдет рост то с какими-то новостями ну по полупроводникам если там будет более-менее какая-то ясность в общем вот такая пока картина давайте посмотрим по игру ядро недели по вернее 46 700 по 47 600 и по массиву 48 46 800 это у нас отличился селлер уровень вот здесь плюс-минус ну и ядро которого я отмечал там смешанный достаточно агрессор но вот по фильтрам мы можем обратить внимание что здесь больше фигурирует по фильтрации байер 140 160 как бы с перевесом небольшим но имеется но точечно здесь все-таки фигурировали на продавцы вот 48 447 447 447 4500 вот есть в любом случае суммарная дельта у нас идет такая достаточно нейтральная то есть и если сильно не уронит покупатели не отпустят сильное снижение и шансы что еще можем вернуться и будет здесь уже будет понятно судя по всему на следующей неделе как там будет ситуация с скриптой двигаться дальше золото я уже упоминал еще в разделе экономический календарь о перспективах том что многие кто сейчас боится попасть в снижение по фондовому рынку плюс начал фиксировать прибыль с вот этого раздавающего все более более пузырям фондового те соответственно по дневному таймфрейму здесь есть у нас четко двухнедельный сейчас по открытым интересу проверим точно ну трудно сказать что здесь прям сильно вливали но по крайней мере здесь во флэтовой формации даже есть массив по агрессорам на покупку это диапазон 792 по 788 также есть локейшн у нас 717 8 82 и 81 байер самый нижний уровень это 1873 здесь и в начале декабря потом тестировали этот уровень раза 3 и вот четвертый раз уже снять из топорей здесь по-другому нельзя назвать модель этот сетап соответственно как увидите 14 числа целых две с половиной тысяч контрактов агрессоры жжет жестко давили на шорн закрылись тоже очень удачно и на следующий день это все дело еще раз встряхнули и сразу же пошли покупки и закрылись на самом потолке то есть соответственно ожидать 16 такой рост но было конечно трудно но ударили прилично open close сильно кпд торгового дня то есть насильно рейджа просто будет там приближается 95 процентов ну и соответственно пидстоп без не исключением коррекционный момент допустим до у нас 90 1793 то есть вот этот коридор можно спокойно ожидать коррекцию если даже сюда не дойдут то байера еще на коне как видите по дельте сегодня много дельта на шорт фигурирует я думаю что там какие-то фиксации возможно были но повод этой сессии на хаях на 1808 как видите на самом почти вверху недели в на хаях байеры активно проявляли свою позицию вот этот уровень 1809 и 1811 так что вида был придет в районе 1782 то есть принципе и желательно чтобы в этот уровень поддержки баре все-таки удержали и не пустили ниже передо ну дар был неплохой в принципе может начаться восходящей динамика но опять же посмотрим как этот уровень держит это было золото рубль так 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 посмотрим по рублю у нас идет тоже интерес ситуация начался контракт как видите только на прошлой неделе давайте склейку сначала посмотрим по итогу где позиционирование у нас текущих текущей недели и так собственно переход на новый контракт мы 75 с копейками начали торги на новом контракте 76 прям вот-вот напрашивается и тестируются здесь как видите по покупкам 75 200 75 400 проверяем сейчас по вот этой сессии можно сказать здесь точно точно фигурирует именно дельта массив но более свежие уровни я бы взял вот этот 75 240 по 75 340 по открытому интересу даже открывали позиции то есть переходили новый контракт но 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 слишком резко скачок цены возможно не многие сейчас готовы запрыгивать на восходящую динамику на тренд на пробитие 76 поэтому коррекционный момент я думаю тут неизбежен просто неизбежен плюс недавно центробанк рф по процентной ставке читался и у нас как бы есть отличный повод рассмотреть свою стратегию возможно по крупным банкам тоже какие-то будут изменения по своим сделкам очень плотный коридор по поддержке 74 373 800 даже 73 800 округли это вот эти две недели набирали позу плюс выходили из декабрьского контракта в общем в этот уровень если будет удерживать очень хороший маячок на возможный рост продолжение роста набирали покупки не так постепенно 165 контрактов дельта ним не 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 сильно агрессивно значит по рублю еще давайте посмотрим на непосредственно spot вот на спорик здесь немножко я заранее подготовил уровня в по ликвидности идем ровно абсолютно вторая неделя уже идет в районе 2 2 700 миллионов оборотов были в обратите внимание 2 2 и 6 миллиона и 17 числа тоже почти ну там 27 то есть торговые сессии очень идентичны по ликвидности но дисбаланс у одной 200 670 тонн на со стороны байеров а у 2 600 ну в общем как минимум два с половиной раза больше то есть вот эти вот 300 200 тонн 200 160 непосредственно как уровень поддержки и значимый уровень для тех кто в покупке то есть как раз на него стоит ориентироваться удержат не удержат 157 к здесь тоже неплохо ну как ведь весь коридор на байрах по текущей пока сессии есть продавцы и это не может не радовать то есть уровень уже повторно тестируют уже раз 2 или 3 3 3 если считать здесь 3 2 3 до в общем 7 4 с половиной еще под вопросом но если не смогут продать в этот диапазон вполне можем сходить еще выше до 75 в легкую вот такие в общем по рублю новости и последний у нас и сын пим лечит поясин пивов тоже кратко супер на новый контракт перешел на прошлой неделе уже так уверенно сейчас я покажу вот мартовский контракт каждый день все больше в оборот 2 и 3 миллиона был средства 17 числа и обратите внимание что недели то она у нас минимум мы собрать по пятницу 45 90 хай получается 47 43 у нас диапазон прошлой неделе и да был и пиво не 4650 ставим тоже отметочку себе пускай будет убираем линию так локальт надо подписать чтобы не запутаться вот соответственно и если посмотреть без учета там воскресенье там делайте мы откроемся с гэпом ниже намного намного ниже и это как бы не просто так это ну как бы это нужно учитывать при анализе ядро значит 4610 по 4630 эти 20 баксов можно брать смело ядро самый объемный уровень на прошлой неделе укомплектованный и в такой гэп образуется либо мало байеров все шортят никого не они не у кого купить непосредственно индекс ну то есть где дисбалансы одних и других участников целлеров больше тут три дня из пяти вас были на прошлой неделе средства автоматически ядро и 2 по значимости уровень это 4666 я думаю тут не и по 86 это вот эти 20 долларов это второстепенно вторичный уровень по объему 2 и 3 у нас было пятницу самый топчик и как видите из всех сессий буквально 15 числа были такие прямо открытые покупатели 37 тонн хороший дисбаланс все остальные на продажу то есть там два процента было здесь получается у нас 091 ну вот уровень уже как будет далеко позади вполне могут еще откорректироваться до 4610 но судя по фондовому рынку если неделю это хоть как-то там до топают там хотя бы до 47 20 47 30 было бы неплохо но как бы ожидать такого чуда не особо силы не остаются то есть принципе ему уже благодаря что что они до черной пятницы удержали четырехнедельный тренд неплохой это сейчас показатели самых крупных единичных трейдов то есть 729 контрактов самая крупная сделка которую одним трейдом прошла здесь 500 контрактов то есть крупные участники это вот самые крупные которые отличились такой объем за весь день то есть в топе 720 контрактов кто-то отправил позицию на рынок лично в общем вот такие ситуации по смп то есть то что фактически можно сказать с гэпом открылась эта неделя такой очень нехороший предвестник возможного все-таки коррекционного движения относительно очень продолжительного роста с и я думаю что после рождества точно уже будем идти на коррекцию плюс эти все пандемию до следующей недели доставим пока